Случится ли кризис раньше в результате добровольного прекращения кредитной экспансии или позже, как катастрофа всей валютной системы, в него вовлечённой? Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Федеральная система США подтверждает, что напечатала уже 6 триллионов свежих долларов за последние 6 недель. Очевидно, процесс становится экспоненциальным. Но вы ведь не думаете, что они говорят нам настоящие цифры. А теперь представьте себе, каковыми они являются на самом деле. И вся эта нездоровая монетарная политика проводится лишь ради того, чтобы банки не платили слегка повышенные ставки на рынке Овернайт, тем самым не давая работать рынку как положено. Рынок Овернайт — это часть денежного рынка, которая включает в себя краткосрочные кредиты, если что. Однодневные кредиты ФРС американским банкам находятся на поражающей воображении отметке — 4,2 триллиона долларов. Хотя еще в конце прошлого лета эта цифра составляла 3,7 триллиона. На данный момент это больше, чем весь федеральный бюджет. Откуда же берутся такие колоссальные цифры? И находимся ли мы на краю очередного финансового кризиса? Большая часть баланса ФРС выросла, начиная к кризисам 2008-го, как видно на графике. Все это благодаря покупке системой долгосрочных казначейств, используемых ФРС для количественного смягчения, а не для таких недавних вливаний денег в рынок Овернайт, которыми наблюдали недавно. Если вам интересно, что такое количественное смягчение и как оно работает простыми словами, прочтите этот абзац, поставив видео на паузу. Комбинация же долгосрочных кредитов и кредитов Овернайт добавила в копилку активов ФРС еще 400 миллиардов долларов, начиная с сентября прошлого года. Когда вы смотрите на этот график, вы должны понимать, что эти сумасшедшие деньги были созданы в ФРС, единственной структурой в США, которая имеет право создавать деньги из воздуха. Проблемы на рынке Репо очевидны, но ФРС кажется полна решимости и дальше держать руку на пульсе событий, используя все те же методы. А до тех пор, пока качество залогового обеспечения остается низким, процентные ставки заимствования будут расти, демонстрируя новые резкие прыжки и провоцируя выход ФРС на рынок Овернайт. А значит и безумие это не просто будет продолжаться, а обязано продолжаться. Но самое грустное, что пока нет никаких предпосылок, говорящих нам об улучшении качества залогового обеспечения. Крупный американский банк JP Morgan фактически находится в центре событий, однако и он выглядит так, будто ему не хватает этого самого качества залогового обеспечения. Возможно, правительству пора бы уже поменять курс. Сегодняшнее положение дел будто бы специально провоцирует именно такую работу ФРС. Я ненавижу нашу монетарную систему, очень похожую на понси схему, зомбирующую людей, вся суть которой сводится лишь к тому, что могут сделать мошенники из ФРС и правительство, лишь бы протянуть еще чуть-чуть. Те, у кого хорошая память, могут вспомнить, что у нас были похожие сигналы на рынке Репо во время 2007 и 2008 годов. И с тех пор вливание долларов на рынок Репо со стороны ФРС наибольшее именно сейчас. И последний раз так много денег им пришлось вливать в крайний мировой финансовый кризис. Ликвидность рынка в то время также упала из-за того, что многие кредиторы ставили под сомнение качество залогового обеспечения, предлагаемого заемщиками. В результате такие банки, как Биерс, Тернс и Лемон Бразерс оказались несостоятельными. Это явление тогда назвали ликвидным кризисом. Когда паника усилилась, кредиторы потребовали денег от заемщиков. Это спровоцировало волну продаж акций, ценных бумаг и прочих активов заемщиками, ведь последние хотели рассчитаться со своими кредитами. Эта раковая опухоль распространилась по всем рынкам, но так и не стала историей. Ее метастазы все еще здесь, просто их еще никто не понимает. Количественное смягчение, или КС. Сегодня экономика куда больше, чем в 2008, и поэтому всем нужны балансовые ведомости побольше. Куда ни пойди, везде этот КС уже необходим как воздух. Теперь этот КС навеки. Ирония в том, что чем больше денег вливает на рынок ФРС, тем ближе конец этой музыкальной композиции. Когда вы переключаетесь на золото и криптовалюты, вы перестаете слушать эту сладкую и лживую музыку. Зато начинаете наблюдать, как становитесь богаче со временем. Просто посмотрите на график низов биткоина за каждый год. Он практически постоянно находится в росте. Это странное, но приятное ощущение. Да, все еще не видно финансового коллапса на Уолл-стрит. По факту, индустриальный индекс Доу Джонса и S&P 500 били многочисленные рекорды в декабре 2019-го, а ныне находятся у своих исторических максимумов. Складывается впечатление, что все те деньги, которые вливает ФРС, идут прямиком на рынок акций. На самом деле это впечатление ошибочно. Ведь этого даже никто толком не расследовал, и публичных объявлений также сделано не было. Миллиарды долларов живут бесконтрольной жизнью. И зачем вообще нужны регуляторы, если они закрывают на это глаза? Почему никто не контролирует этих людей? Центральные банки изначально не предполагались быть теми манипуляторами, которые проводят схемы пампи-дамп, на которых многие теряют деньги. Тем не менее, сегодня они этим занимаются. Поэтому с точки зрения определения, банки действуют за пределами своей компетенции. А с точки зрения закона, они и вовсе являются участниками незаконных финансовых операций. Найти сегодня чистый банк, все равно, что искать живой автомобиль на авторынке древних, убитых и ржавых 60-летних корыт. Инфляция ест ваш кошелек. Здравоохранение заставляет вас изо всех сил не заболеть. Осидобной пищи в магазине почти нет. Просто почитайте составы этих продуктов. Они продолжают раскачивать инфляционные и дефляционные качели раз за разом, а затем еще раз за разом и еще раз за разом. Просто представьте, что вы идете по улице, а вас атакуют какие-то головорезы, бьют вас в живот, в лицо, в пах, а затем один из них еще и ваш кошелек отбирает. После этого вы приходите домой, принимаете душ, а с утра повторяете все заново. Вот так и устроен наш мир. Но с другой стороны, это очень хорошо для нас с вами. Это дает возможность людям осознать, что нужно накапливать больше биткоина и золота, прежде чем земля окончательно уйдет из-под ног этой мошеннической денежной системы, в которой мы живем. Золото стало обязательным страховым активом. Это не просто технический анализ, который, кстати говоря, в краткосрочной перспективе до сих пор выглядит перекупленным на индикаторе RSI, но и целый ряд фундаментальных факторов, которым не страшна никакая коррекция. Особенно хорошо биткоин и золото выглядят, если подумать о следующем. Процентные ставки, которые теперь никогда не нормализуют без серьезного стресса для рынка. Бюджетный дефицит, который никогда не смогут уменьшить. Обязательства по пенсионному обеспечению и выплате пособий, которые никогда не могут быть полностью профинансированы и так далее. Все это в сочетании с 10 годами накопившихся рыночных эксцессов и постоянной решительной закупкой всего подряд инвесторами, настроенных на хеджирование активов в долларах и так далее, наконец подталкивают золото к Рубикону, за которым оно снова будет выполнять роль основного актива. И особенно радует, что инвесторы начинают понимать, насколько сильно они испытывают сегодня недостаток в активах, позволяющих страховать себя от кризиса, в частности в золоте. Но тяжеловесные инвестиционные компании уже давно накапливают золото, совершенно не считаясь его курсом. Например, по словам Питера Шифа, период с 2020 по 2030 годы станет взрывным для золота. Он говорит, наблюдайте за еще более позитивными движениями цены золота во время очередных панических цунами. А теперь подумайте, если бы все эти страдающие банки не накачивали рынок акций таким количеством денег, возможно им бы и не понадобилась постоянная помощь ФРС. Тогда почему бы ФРС не изменить правила игры, чтобы заставить банки держать под рукой больше наличности? Вопрос, конечно же, риторический. Банки без проблем могли бы остановить эту драму на рынке Репо прямо сегодня. Все, что им нужно было сделать, это, во-первых, прекратить одалживать так много денег, а, во-вторых, усмирить свои балансы. Но кто же будет это делать, если не так сделают ставки заимствования, выстрелят так, что вот этот сентябрьский прыжок покажется сказкой? Это приведет к тому, что участники рынка могут покинуть этот рынок. Не стоит забывать и о манипуляциях не только на рынке Репо, но и на рынке серебра. Манипулирование серебром и чрезмерное кредитование банками демонстрируют то, что в системе уже давно существует фундаментальная напряженность, вызванная прежде всего долгами. Серебро давят вниз, чтобы иметь еще один рычаг давления и на золото. Это делают для того, чтобы маскировать реальные проблемы. Это проблемы, которые созданы центральными банками, за которые эти центральные банки никто не обвинит, так как никаких проверок они не проходят. Я поясню, почему это происходит именно так. Если вы являетесь банком, у вас есть свои резервы. С какого перепуга вы должны предлагать эти резервы и брать на себя все риски, когда у вас есть такой удобный ФРС, готовый с удовольствием взять ваши риски, да еще и денег сверху напечатать? Это формула, которую я называю «опасность в Кубе». Делаем вывод, что федеральное правительство выросло таким огромным, что просто высасывает всю ликвидность системы. Они продают свои казначейства, а получившуюся ликвидность впитывают как губка, раздуваясь в размерах еще больше, ведь обязаны выкупать их обратно. Так работает рынок репо. Вот почему количественное смягчение никогда не будет остановлено. Забавно то, что если почитать историю Мейдофа, складывается впечатление, что ФРС работает по его плану, который сначала шел как нельзя лучше, но закончился плачевно. Если вы изучите историю Мейдофа, вы также можете почувствовать неприятные ощущения инвестора, инвестирующего в пустышку. Фактически рынки сегодня будто бы сухие тропинки, на которые постоянно льется дождь, а ФРС пытается вовремя вытирать лужи. Правительство вынуждено создавать новые долги, иначе рынок ждет крах, так как у ФРС не будет возможности продолжать поддерживать его ликвидность. Поэтому забудьте о сбалансированном бюджете, его никогда не будет. Практически весь существующий долг так или иначе монетизируется, включая даже старый непролонгированный долг. А Соединенные Штаты сегодня похожи на Германию времен Веймарской Республики. Они настолько похожи, что существует даже термин «Веймарская Америка». Единственное, что их отличает, это то, что в США еще нет гиперинфляции. Европа находится на границе между рецессией и стагнацией. В Японии на протяжении некоторого времени процентные ставки были отрицательными. А весь остальной мир находится в состоянии хаоса. Саудовская Аравия, Венесуэла, Иран, торговые войны Китая, США, Brexit, Гемен, Северная Корея, Россия и Украина, а также вопрос импичмента для Трампа. Все эти события, безусловно, влияют на мировую экономику. И на нашу, в частности, тоже. Темпы, которые и так сильно замедлились. Если изучить инструменты, с помощью которых ФРС США стимулирует экономику, мы вполне можем сделать вывод, что все, что они делают на рынке РИПО, призвано стимулировать экономику. Стимулировать США, стимулировать американские корпорации, малые предприятия и так далее. А низкие процентные ставки, по словам ФРС, должны привести к тому, что расширение бизнеса и наем работников станет дешевле. Но на деле, понимание того, что ФРС держит руку на пульсе событий, приносит скорее эмоциональное, чем фактическое удовлетворение. В такое время, крайне необходимо найти какое-то серьезное отвлечение от существующих проблем. Этим отвлечением особенно хорошо было бы сделать военный конфликт. Военный конфликт у нас в Украине, военный конфликт в Сирии, в котором участвует и Россия, военная напряженность между Ираном и США, и так далее. Лучше всего разрешить финансовой системе рухнуть и провести следующие 5-10 лет в борьбе за то, куда мы идем. И при этом отвлечь внимание народа чем-то более страшным для народа. Войной. Я думаю, таковым будет последний шаг за эти напечатанные деньги. Как говорил Людвиг фон Мизис, нет способа избежать окончательного краха бума, вызванного кредитной экспансией. Альтернатива есть лишь в следующем. Случится ли кризис раньше в результате добровольного прекращения кредитной экспансии или позже, как катастрофа всей валютной системы, в него вовлеченной. Секрет выживания системы сегодня — это просто держать кнопку включения печати на принтере 24 часа в сутки, 365 дней в году. Я думаю, энтузиасты золота сейчас в предвкушении, ведь наконец их мечты и желания сбудутся. Но в этом мире лжи, обманы и фальши, лишь одна вещь всегда остается правдой — золото никогда не врет. Да, им могут манипулировать, но как только толпа начинает двигаться, никто уже не сможет это контролировать. В один прекрасный день вы проснетесь и скажете, что вообще происходит. Золото стоит 2500 долларов за унцию, и вот тогда все только начнется. Просто посмотрите на этот экспоненциальный рост и ответьте на вопрос, почему вы думаете, что это будет продолжаться еще 10 лет? Еще 20 лет? Прошло около 50 лет, как доллар был отвязан от золота, а значит мы уже должны находиться в той самой комнате, где произойдет убийство. И имя этого убийцы мы уже знаем. Я вам сегодня его раскрыл. За ним скрывается новая математика, двигающая банковскую систему. Рынок Репо. Накапливайте наличные, золото, серебро и биткоин. А также будьте максимально независимы. Меня зовут Богатейший Дип. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин